Основной закон менялся множество раз. Чаще всего эти изменения инициировались ради усиления власти. Автор конституционного законопроекта Феликс Кулов утверждает, что сейчас ситуация совсем иная. Он предлагает не менять конституцию, а лишь внести поправки, а их немало. Они касаются основных ветвей власти. Так Кулов предлагает усилить полномочия премьера, изменить статус депутатов парламента, внести изменения в судебные органы и другое. В данной конституции будут основные моменты. Первое. Премьер-министр может, по конституции он сегодня назначает членов правительства. Освобождать не может, не написано. Значит, он дает право освобождать членов правительства. Назначили, избрали премьер-министра, пусть он отвечает полностью. И второй момент. Если депутат совершил уголовное преступление, то тогда парламент вправе рассмотреть этот вопрос. Но с какой позиции? Одна треть депутатов должна поднять вопрос, что здесь есть политическое преследование. Если парламент скажет, да, есть политическое преследование, тогда дело должно быть прекращено или приостановлено. Отец Конституции, как многие называют у Мурбека Тикибаева, пока никак не комментирует инициативу коллеги. Но, по словам Кулова, лидер Атамикена все же поддерживает законопроект. Ну а лидер СДПК Чинобай Турсумбеков сказал, что изменения действительно нужны, так как недостатки в основном законе касаются всего общества. Депутаты считают проблемой то, что премьер не может назначать Акимов, к примеру, сильно ограничивает полномочия премьера и то, что он не имеет права снимать с должности членов правительства и мэров. Те люди, которые инициируют, считают, что это было бы полезно на сегодняшний день для развития нашей страны. В частности, судебные реформы, в частности, укрепление вертикали власти, то есть укрепление пост-премьер-министра, а также некоторые слова заменить, скажем, сейчас работает в Кургалстане Совет обороны, а вместо Совета обороны, чтобы делать по конституции Совет безопасности. Руководитель аппарата президента Даниар Нарымбаев, в свою очередь, заявил, что изменения одобряет и глава государства. Нарымбаев в основном подчеркнул потребность в изменениях в судебной системе. По его словам, в Верховном суде необходим иной порядок. И если народ поддержит, будет создан такой руководящий орган, как Президиум Верховного суда. На сегодня Верховный суд напоминает собой всадника без головы. Там 30 судей, которые рассматривают дела по трое судей в последней инстанции. И случаются ситуации, когда в одинаковых с правовой точки зрения спорных ситуациях разные судебные составы выносят разные решения. Это недопустимо. И чтобы выправлять такие решения, нужен такой орган, как Президиум Верховного суда. Данный конституционный закон также вызывает много споров в обществе. В частности, эксперты напоминают законодательным о том, что в Конституции прописано о запрете на внесение изменений до 2020 года. На это автор и его единомышленник отвечают таким образом. До 2020 года парламент не может сам ничего изменять. Но право народа изменить или внести дополнение в Конституцию никто не отменял. Народ имеет право вносить в Конституцию изменения тогда, когда он сочтет это нужным. Эксперт Бекбосун Борубашев рад, что нардепы наконец признали недостатки основного закона. Но необходимость в подобных изменениях он не видит. Более того, авторы вновь не видят более актуальных проблем, считает политолог. Почему на референдуме не ставится вопрос о совершенствовании органов государственной власти? Потому что многие граждане Кыргызской республики жалуются на то, что у нас огромное количество депутатов, 120 человек. Из них сколько заседает каждый раз, потому что у них пленарная неделя один раз, два раза. Мы же видим, в лучшем случае половина депутатов находится в зале. Активно работает 20-30 человек. Остальные, где чем занимаются, мы же видим, это огромный аппарат. Мы их должны содержать. Это один вопрос. Почему этот вопрос не выносится на референдум? Политолог Марат Хазахпаев за усовершенствование основного закона, но считает их преждевременными. Если и не нужны срочные изменения, то они должны касаться выборного законодательства, считает Хазахпаев. Я считаю, что необходимо было ввести такие два момента. Это касается по партийному приборному списку, потому что партийный список здесь очень большая коррупция. Проходят люди денежные, они потом не работают нормально, выжить нынешний созыв. И второе место по сокращению состава парламента. И все. Если конституционный законопроект все же поддержит большинство парламентариев, то в день парламентских выборов этой осени пройдет и всеобщий референдум. По словам Феликса Кулова, в день выборов граждане страны получат два бланка. Одним голосом будут решать судьбу партии, другим решения внесут необходимые изменения в Конституцию. Объединить в один день эти события нужно из соображения экономии, добавил Кулов. Зарема Мусаева, Медерджан Беишев, Бекназар Шермамбетов. Общественный первый канал. Итоги недели.